На камеру я покажу, да, что мы делаем дальше. Собственно, ну, моя миссия, да, вот такая официальная миссия на этом заканчивается, но вы продолжаете это действовать, и я в мае, по-моему, планирую порядка пяти регионов, я буду рассказывать о Бурятии, да, посетить, в частности, экономические форумы, мы работаем со Смоленском, с Костромой, Общественная палата Российской Федерации у нас, мероприятие 25-го, 26-го, там будет присутствовать несколько губернаторов. И, собственно, вот та практика, которую вы делаете, я хочу о ней рассказать. Вот, и давайте я немножко, да, полистаю, скажу то, что дальше. Ну, вот, наверное, три слова, собственно, вам нужно реализовать, и ни в коем случае не расслабляться. Многие трекеры, ну, вы с ними уже говорите индивидуально, готовы с вами оставаться, готовы вам помогать. Мария Дрепа, я, у вас, у всех есть мои контакты, телефоны, но я очень много перемещаюсь по стране, вы видите, надеюсь, вы уже в моих социальных сетях. Вот, поэтому реализовывайте, и нам хочется, и будет приятно видеть, что вот этот хэштег, оксигратор территории Бурятии, он был, и я по нему подписался в Инстаграме, чтобы посмотреть, что получается. Второе, масштабируйте. И мы специально в этом, на оксиграторе связали вас с вашими кураторами, специально пригласили главу, он был на первом порядке, сейчас, к сожалению, он не смог, но вот эти письма, которые вы написали, официально, мы передаем Розе Бадмаевне, а она передает, соответственно, их, ну, Сандит их собирает. Это официально мы передаем, и я уже завтра и на днях буду публиковать это в группе. Это увидит, я говорю, порядка 70 регионов. Мы сделаем трансляцию и будем об этом говорить и вас поддерживать. Ну вот, то есть реализовать, масштабировать и рассказывать. Ваша задача, и мы вам поможем. Еще раз, рост экономики вообще пропорционален развитию связей, как доверенной территории. Это количество связей, раз. И вот для этого нужны места, где вы собираетесь, и разные стейкхолды, разные заинтересованные стороны собираются. А второе, качество этих связей, которые измеряются степенью доверия. Не знаю, может быть, вы видели, я выступал к вам на втором дне нашего оксиратора, который был в марте, рассказывал. Сейчас многие регионы просят эту лекцию провести. У вас БГСХ, я рассказывал для, как район называется? Забайкальский край. Забайкальский край, да? 11 критериев есть, почему территория успешна или неуспешна. 11. Да, вот об этих вещах, это один из, наверное, ключевых. И доверие является ключевым показателем, который крайне низок в России. Вот данные ФСО, Федеральной службы охраны, президента, и, собственно, последние данные по исследованию доверия органам власти. Посмотрите. Да, как низко граждане России, как мало они доверяют региональной власти, еще менее муниципальной власти. Вот проценты. Видите, это данные сентября 2000 года. Каждый год это проводится по заказу администрации президента. Вот. И, в общем, вот здесь есть потенциал менять это. Вот. Ну, вот это взаимодействие, потому что каждый видит со своей стороны. Именно в развитии малого бизнеса и лежит потенциал роста для малых территорий. В Общественную палату Российской Федерации мы сейчас официально приглашаем и автора методички, в том числе, которые адаптируют опыт ЕС к России по развитию сельских территорий. Мы сейчас приглашаем коллег из Молдовы. Вот вчера там сняли режим чрезвычайного положения, они к нам уже прилетят, я знаю, покупаются билеты, и мы, собственно, поддержим, ну, будем рассказывать об их практике. Я сам ездил, изучал их туда, и, собственно, они приедут и расскажут в Общественной палате Российской Федерации. Вот. Например, тоже, надеюсь, вы подключитесь, я пришлю ссылки. Вот так. И еще, помните еще принцип, я надеюсь, вы научились этому в акселераторе, эффективное решение, это не только правильное решение. Какое бы правильное решение вы не выбрали, если вы не выбрали людей, результат будет равен нулю. Какого бы эксперта вы не выбрали, да? Потому что очень важно, как люди вовлекаются в реализацию этого решения, да? Многие проекты были про это. И мы соединяли РАИ в органы исполнительной расти, региональные, муниципальные, предприниматели, институты развития, еще внешних экспертов, ну и так далее, и так далее. Вот то, что мы делали в этом акселераторе. Вот, если очень коротко, да, и муниципальная власть, условия, кстати, президента, относительно этого, это прежде всего модератор и координатор. Действие на местах. Вот. И про это, вот, собственно, вы должны помнить. Вы модерируете, координируете, соединяете, вдохновляете. Вот, наверное, основное, то, что я хотел сказать, да, про малый бизнес и так далее. И, наверное, вот, долго ли ждать примерно к лучшему? Если ждать, то очень долго. Вот. Главное, чтобы вы сами сейчас стали заказчиками собственных проектов и, собственно, начали их реализовывать у себя. Вот примерно в этом смысл того, что мы делаем, и желаю вам продолжения. Вот. Кстати, эта презентация, последний раз я рассказывал по просьбе Якутии, и вот, ну, собственно, есть видео, запись в Ютубе, ее легко найти там полностью, да. Вот. И договорились, что летом тоже туда, наверное, слетаем, мы поработаем по просьбе правительства. Вот. Они очень молодцы, они двадцатку держат. Я, собственно, эксперт ключевой национальном рейтинге. Работаю с регионом по поднятию национального рейтинга. Помните, я рассказывал про это, да. И, в общем-то, вот понимаю, за счет чего, тельный регион успешный лет, за счет этих там 44-х и еще массы разных показателей и кипя губернаторов. Вот. И последнее, наверное, ну да, приглашаю вас, собственно, в вот эту группу в Фейсбуке, самую большую в развитии территории мою, закрытую, собственно, где вот это все мы публикуем, в том числе и ваше видео там транслируется. Вот сейчас. Вот, собственно, вот так. И теперь, наверное, нужно что сделать? А, да, мы девушкам отдаем, они сейчас будут считать, вот, считать то, что у нас получается. Вот, при голосовании, и что мы сейчас должны сделать? А, сейчас приятный момент, да? Вручение. Вот, если можно вас сюда пригласить, чтобы нас слышали. Да, закройте слайд, включите на нас, собственно. А, да, подождите, давайте, наверное, чтобы было слышно. Я все-таки, наверное, далеко ушел. И на нас, наверное, вот в камеру направьте. На меня, на Ларису Ротнаеву, пожалуйста. И вот, какие-то торжественные слова. У нас один богофон остался. Уважаемые участники сегодняшней сессии, я хочу вам сказать, наверное, и от главы республики, да, Алексея Самопольевича, и от, вообще, от администрации, главы республики и правительства. Огромные слова признательности и благодарности. Я просто, знаете, в прошлый раз не смогла, к сожалению, посетить вот ваш акселератор, да, первое, когда было в марте месяце. Ну, а сейчас я прям с большим удовольствием здесь поприсутствовала. Я скажу, что действительно разработаны самые разные проекты, да, тут и экономическая составляющая, да, развитие там у нас и туристической отрасли, да, и молочное производство, переработка, да, это инфраструктурные какие-то проекты по благоустройству, это и социальные тоже, да, социальные инициативы, да. Ну, и последнее, конечно, это тоже очень важно, в том числе и для госслужбы, да, это вопрос эмоционального выгорания на работе. Вы знаете, они, конечно, все разные, и я желаю, чтобы они обязательно были успешно реализованы. Но самое главное, то, что объединяет, это, конечно, любовь к нашей малой Родине. Вот правильно, те, кто презентовал свои проекты, они сказали, что да, любовь к Родине, патриотизм, он начинается вообще-то с дома, да, с дома, с улицы, со своего там села, города и так далее. И я скажу, что все, кто присутствует в этом зале, да, большие патриоты, это дорогого стоит. Вот все проекты, да, я заметила, объединяет вот то, как рассказывали, как презентовали, да, это очень такие, знаете, вот это энтузиасты, это те, кто объединяет, не только сам готов реализовать какие-то проекты, да, но и объединяет других, объединяет своих жителей, своих, ну, свое местное население, да, для того, чтобы это был действительно общий, двигающий, направленный на развитие района, вообще в целом нашей республики, проект. Я очень рада тому, что у нас объединились не только, ну, допустим, были инициаторы, какой-то там район, допустим, да, какое-то сельское, может быть, поселение, да, а потом это нашло объединение в нескольких районах. Это на самом деле, да, идет серьезная команда образования. И очень рада, вот, благодарю трекеров, да, благодарю, конечно, Андрея Владимировича, что вот наш акселератор, на самом деле, такая действительно площадка, да, которая объединила еще и стала, скажем, ну, межрегиональным, да, у нас трекеры, вот, представители самых разных регионов России, и это здорово. Я хочу сказать, что хотелось бы пожелать, давайте мы в обязательном порядке, да, встретимся уже после того, как вы реализуете, вернее, даже мы вместе, да, да, с помощью правительства, конечно, с помощью нашего главы, да, из Самбыча, сможем реализовать вот эти проекты. И очень мне понравилась эта идея, да, по поводу вот этих наших ярких желтых калстучков. Я бы хотела, чтобы вот потом все это нас объединило, да, и можно придумать какой-нибудь такой общий символ для всех. Всем удачи, реализации, а лично, ну, я понимаю, что тоже это большой труд, личных всем благ, здоровья и, самое главное, настойчивости в достижении поставленных целей. Я думаю, что это было бы невозможно, да, вот наше сегодняшнее мероприятие без нашего модератора, да. Андрей Владимирович, огромная-огромная благодарность. Мы хотим вам сейчас от имени главы республики вручить благодарственное письмо за вашу помощь, за вашу креативность, за вашу поддержку. Спасибо огромное. Разрешите от имени главы республики зачитать, а Лариса Раднайвина вручит благодарственное письмо главы республики Бурятия за участие и сопровождение акселератора проектных команд развития территорий в рамках профессиональной переподготовки муниципального управленческого кадрового резерва республики Бурятия вручается методологу и ведущему программу акселератора федеральному эксперту по развитию инвест-климата, бизнес-среды и предпринимательства Андрею Владимировичу Крылову. Спасибо. Спасибо. Андрей Владимирович, также просим вас передать благодарственные письма нашим трекерам. Руководителю проектных работ, генеральному директору бизнес-лайвстрим город Москва Марии Ивановне Дрепа. Руководителю Центра образовательных программ, ваш партнер город Краснодар, Инне Леонидовне Беляевой. Тренеру-консультанту, фасилитатору, трекеру командной работы город Москва Лилиане Николаевне Банис. Эксперту Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы город Москва Дарье Сергеевне Молчановой. Заместителю главы администрации городского округа Богданович Свердловской области Алле Николаевне Ковтуновой. Заместителю директора бизнес-школы Уральского федерального университета города Екатеринбург Ольге Геннадьевне Харламовой. Директору ООО «Амбара» город Волгоград Ларисе Александровне Пономаревой. Заместителю директора филиала по управлению персоналом филиала «Саратовский ПАО Т-Плюс» город Саратов Юлии Николаевне Воронцовой. И у меня еще записан, но, видимо, позже будет, да? Руководитель общественного проектного офиса развития города Волгоголамска Степанову Федору. Спасибо. А все. Да, да. Андрей Владимирович, слово вновь вам. Давайте. Да, слова надо сказать. Коллеги, спасибо. И, в общем-то, помните, что в единстве наша сила. Спасибо большое. Вот, и, наверное, надо уже отдохнуть. Да.